Начинает рейд сотрудники водоканала утром. Только в это время возможно застать жильцов. Первая точка в списке контролера – улица Аздоева. Задолженности у жителей относительно небольшие. Часть абонентов и не в курсе о неуплате. Узнав о задолженности, жители погашают хотя бы часть суммы. Контролер выдает квитанцию. Их две. Одна абоненту, другая остается у специалиста. По всей назрани всего от 15 до 30 процентов горожан погашает долг по воде. Чаще всего платить начинают уже к концу года, отмечает в водоканале. Одна из таких добросовестных абонентов – Хава Ганеева. Такие рейды по сбору платежей, заключению новых договоров – это для тех, кто только заселился. И вручению досудебной претензии водоканал проводит несколько раз в неделю. К слову, за минувшие семь дней организация передала около ста материалов по взысканию задолженности в судебном порядке в правовой отдел водоканала. Но самыми проблемными остаются многоквартирные дома. Контролеры стучатся долго, но открывать никто не спешит. Привычная ситуация, комментируют сотрудники. То ли хозяев нет дома, то ли контролеры пришли рано. Те, кто настойчиво игнорирует уведомления о задолженности, могут попасть под жесткие меры, предупреждает водоканал. Со злостными неплательщиками у нас мы, прежде всего, досудебные предупреждения посылаем, информируем абонента. То приходит оплачивать, то нет. А если нет никаких изменений, мер не принимаются, мы подаем в правовый отдел, а юристы подают в суд. И таким образом там с них либо с пенсии, либо с карты изыскивается это суд. Из-за неуплаты платежей следуют проблемы с подачей воды. Так, насосы, трубы приобретают за счет денег абонентов. И ремонт ветхих водопроводных сетей проводят за те же средства. Залог бесперебойной подачи ресурса – это вовремя погашенная задолженность, напоминает водоканал. Хава Гайзикова, Магомед Доскиев. Новости 24.